Всем привет, меня зовут Александр Голанцев и я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о том, как сделать диаграмму бабочку, которая представлена на данном дашборде. Диаграмма бабочка, как и правило, используется для сравнения различных категорий между собой на основании одного и того же показателя. Тем не менее, в некоторых модификациях можно сравнивать различные показатели между собой. Например, в данном случае у нас сравнивается информация по продажам за 2014-2015 год по регионам. Если переносить это в сферу бизнеса, то таким же образом можно сравнить работу различных отделов или о том, как справляются те или иные сотрудники. Давайте я вам продемонстрирую, как можно ее построить и разберемся с этим кейсом. Прежде всего, заходим в вкладку табло. Будем использовать классический источник данных Glober Superstore. Нас будут интересовать то кардера, то есть заявки, а другая информация нас не интересует. Давайте подключимся к источнику данных в Microsoft Excel. У меня уже сразу он подготовлен. Он даже частично переведен. Поэтому мы подключаемся, переносим таблицу Orders. И все. Мы подключились к источнику данных. Теперь давайте сделаем все, что необходимо. Нам нужно сделать несколько необходимых мер. И даже за 2014 год. Они считаются вот таким образом. Если нас интересует год от даты заявки равен 2014. Тогда будем использовать продажи. Если нет, то нам ничего не обязательно сделать. Тогда просто пишем End. Этого достаточно. То же самое делаем для 2015 года. Edit. И просто меняем 14 на 15. Вот таким образом мы это получили. Теперь можем начинать строить таблицу. Точнее, визуализацию. Теперь нажимаем еще раз 2015 дважды. И у нас сразу появляются все необходимые Measure Values, Measure Names. Нам нужен барчарт. Поэтому приносим Measure Values повыше. Добавляем цвет в Measure Names. И просто приносим рынок в строчке. Точнее, не рынок. А регион нас интересует. Проблемой в данном случае является то, что у нас положительные продажи. А нам нужно сделать, чтобы они были в формате бабочки. То есть, в другую сторону увеличивались. Давайте так и сделаем. Это делается очень легко. Мы нажимаем вот в Measure Values. И перед суммой ставим минус. И, как видите, у нас уже получилась диаграмма бабочки. Тем не менее, проблемой в данном случае будет являться то, что у нас значения отрицательные. А они должны быть положительные. Эта проблема тоже довольно легко решается через вкладку формат. Мы заходим в Numbers. Убираем Number Custom. Приходим в Custom. И видите, вот здесь у нас показывается минус. Мы убираем его. И у нас будет показываться адекватное значение. Как видите, теперь они положительные. А также переименуем, чтобы все было в удобоваримом виде. Sales2014. И здесь просто напишем Sales большой буквой. Вот таким вот образом. Теперь осталось наименьшее из проблем. Добавить значение. Название категорий, точнее, регионов. Для этого сделаем поле, которое будет просто возвращать 0 в CD. Сейчас продемонстрирую, для чего это нужно. Мы переносим это поле в столбцы. И делаем Dual Access. Как видите, 0 здесь и 0 здесь не сходятся. Связано это с тем, что у нас не синхронизированы оси. Пишем синхронизацию. Также из Measure Names хотим удалить мин от 0. Перетаскиваем Measure Names в другую сторону. И теперь доводим график до того состояния, которого нам нужно. Measure Values делаем Bar Chart. Вот тогда сразу поменяем цвет. Сайлс в 2014 году сделаем просто серым. А в 2015 году сделаем серым, но потемнее. Вот. Таким образом. Удалим. Значение. Удалим эти кружки, потому что они будут вмешаться. Для этого делаем прозрачность, равную 0%. Следующий этап. Перетаскиваем регион в лейбл для 0. И будет показываться все. Только сделаем так, чтобы он находился посередине. И поменяем цвет на белый. Как видите, здесь все получилось. Однако проблема в том, что некоторые белые цвета сливаются с белым цветом фона из-за того, что у них недостаточно большие продажи. Эта проблема также решаема. Делается через аннотацию. Давайте в данном случае мы сделаем, чтобы Mark Label отсутствовал. и еще в Южную Африку. Так же с ней поступим. Теперь мы можем аннотировать. Называется это Point. Назовем Central Asia. Одновременно с этим мы можем сразу же отформатировать эту аннотацию. Сделав ее шейдинг равно 0%. Аналогично делаем здесь. Это Southern Africa. То есть Южная Африка. И аналогично форматируем. Делаем таким образом. И таким образом мы получили все необходимые данные. Так же можно сделать для остальных. Например, Western Africa или еще что-нибудь. Следующий этап это добавление подписей данных по объему продаж. Теперь перейдем к созданию Reference Lines. Заходим в вкладку Analytics. Выбираем Reference Line. Притаскиваем его в вкладку Sell Major Values. И мы видим, что в значениях Value у нас нет выбора конкретных значений. По этой причине нам необходимо перенести значение продаж за 2014-2015 год по вкладку Major Values в Detail. Теперь при перетаскивании и повторении аналогичных действий у нас есть возможность выбрать конкретные значения. Мы выбираем продажа 2014 года. Подпись у нас будет значения. Все остальное можем сделать цвет линий черный. Вот. Теперь у нас появились необходимые значения. Давайте перейдем в вкладку форматирования Reference Line. и сделаем таким образом, чтобы все лежало слева от самих значений. Единственное, что можно сделать, это убрать знаки после запятой, поскольку они будут, скорее всего, мешаться. И у нас опять-таки изменилось здесь все, убираем минус. Вот. Теперь мы можем повторить те же самые действия с продажами за 2015 год. Сделаем так же. Берем продаж 2015 года. Лейбл у нас Value. И опять-таки. Давайте выберем черный цвет. Только нам нужно снять значок Show Recallocated, для того, чтобы при выборе это не изменялось. И, кстати говоря, нам нужно сделать то же самое для 2014 года. Снять эту вкладку. Вот. Теперь давайте выберем... Здесь уже ничего не надо переделывать. Вот радио, разве что только здесь, у нас все сломалось. Давайте так и сделаем. Формат. Пусть будет расположено справа. Вот. Теперь все значения у нас справа. А теперь мы все прекрасно можем видеть. Можем принести только вот эти подписи чуть правее. Следующий этап. Это небольшой дизайн. Мы уберем все ненужные значения подписи. Снимаем вкладку... Загалочку Show Header. Со всех необходимых полей. Вот. И давайте уберем вот эти значки. Вот эти линии, которые показывают значения. Нажимаем вкладку Format. Нам не нужны дивайдеры для столбцов и строчек. И аналогично мы убираем значения для gridlines, для столбцов. Вот. Таким образом у нас получилась диаграмма бабочка, которая показывает распределение продаж для 2014-2015 года. В разрезе каждого из регионов. Давайте перейдем к созданию дашборда. У нас будет несколько объектов. Это горизонтальный и вертикальный. Сейчас подемонстрирую, для чего это делается. Мы берем горизонтальный. Мы берем... Также берем вертикальный. И перетаскиваем shit1 вот сюда. У нас появились Major Names. Major Names мы перетаскиваем в горизонтальный. Убираем название. И дальше покажу, что мы с ним будем делать. Вертикальный мы перетаскиваем вот сюда. И опять-таки убираем название. То, что касается здесь. Мы делаем таким образом, чтобы Major Names были все в одну строчку. Single Row. Вот. И теперь мы можем выбрать контейнер, который у нас сверху. И перенести его в вертикальное значение. И опять-таки выбрать контейнер. И давайте растянем его на всю длину. Давайте сделаем таким образом, чтобы у нас еще было название наполненное. Перетаскиваем текст опять-таки в вертикальный контейнер. И пишем How Sales Changed. Что-то вроде такого. Давайте выделим. Возьмем 24-й шрифт. И черный цвет. И поставим еще посередине. Так. У нас пропал текст. Давайте. Мы его уже видим, не достанем. Так что давайте повторим просто этот процесс. Мы можем увидеть его, я думаю, таким образом, что... А, вот. Он есть, но его не видно. Из-за того, что он слишком большой. Давайте снова выберем. Так. Text Object. Нам придется его удалить. И добавим еще раз. How Sales Changed. Вот такие проблемы иногда происходят. Тем не менее, они довольно быстро решаются, поскольку количество действий было незначительное. И не так много времени отойти не бывает. И давайте сделаем его черным. Вот. Теперь у нас все появилось. Вернемся к продажам. У нас они неправильно отсортированы. Давайте изменим это. У нас нужен Default Order. Также хотелось бы сделать так, чтобы они были посередине. И их можно было бы читать, как название столбцов. Сделаем вот таким вот образом. Перетянем. Здесь также растянем немного. Также можно сделать какие-то небольшие отличия между ними. И вот так, небольшой настройкой. Тем не менее, хотелось бы немного отформатировать. И увеличить, например, шрифт. Это Body. Точнее, название. Вот. Теперь нам нужно Body. Вот она увеличилась. И мы, в общем-то, получили все, что хотели. И теперь мы можем спокойно отвечать на вопрос, где что изменилось. Как изменились продажи за один год. С 2013 по 2015. И ответить это с довольно большим удобством в разрезе регионов. Всем спасибо за внимание.